В сумке этого курьера были не продукты питания, а почти два килограмма синтетических наркотиков. Сотрудники УФСБ Морел задержали жителя Московской области, который организовал криминальный бизнес на территории республики. Мужчину поймали с поличным, когда он пытался делать закладки в одном из гаражных кооперативов Ешкаралы. По итогу городской суд приговорил преступника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В Ешкарале ушлые мошенники развели жителя Кировской области на 60 тысяч рублей. Оказалось, что кировчанин выложил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже морепродуктов. Чуть позже нашелся покупатель и изъявил желание приобрести икру и креветки. Они обсудили условия сделки и договорились встретиться в Ешкарале. Заявитель для совершения сделки отправил своего водителя. Псевдопокупатель, осмотрев товар, взял 10 килограммов икры, предъявив, как позже выяснилось, поддельный электронный чек об оплате. Спустя некоторое время потерпевший понял, что обманут, так как деньги на счет так и не поступили. Причиненный ущерб составил более 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». За неделю в республике зарегистрировано 11 пожаров. В одном из них чуть было не погиб мужчина. Известно, что владелец автомобиля БМВ утром 23 января припарковался возле одного из домов по улице Черникова в Ешкарале, а позже уснул в машине. Около 11 часов утра проходившие мимо люди заметили, что машина горит и разбудили мужчину. Он смог выбраться из полыхающего авто и не пострадал. Вместо возгорания незамедлительно выдвинулись огнеборцы пятой пожарно-спасательной части. Пожарные подали стволы и оперативно справились с возгоранием. В результате пожара передняя часть автомобиля серьезно повреждена. Угроза распространения огня на заднюю часть машины предотвращена. По предполагаемой версии специалистов Государственного пожарного надзора, причиной пожара послужила разгерметизация топливной системы транспортного средства. 20 января в половине девятого вечера на пульт дежурного поступил сигнал о задымлении в подъезде дома по улице Петрова. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения. После ликвидации пожара в квартире обнаружили труп 44-летнего мужчины. Позже стало известно, что его смерть носит криминальный характер. По факту убийства Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, компания мужчин употребляла спиртные напитки. Между ними возник конфликт. Один нанес удар другому по голове, после чего покинул место происшествия. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Аварийность на дорогах Республики немного снизилась. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 9 ДТП. Обошлось без погибших. Однако вновь среди пострадавших пешие участники движения. Так, вечером 19 января в Ешкар-Оле на Воскресенском проспекте водитель Киа при повороте налево сбил пешехода, который шел по зебре на зеленый сигнал светофора. 22 января под колесами автомобиля оказалась пенсионерка. В поселке Красногорский Звениговского района 65-летний водитель отечественного автомобиля при движении задним ходом предварительно не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 60-летнюю женщину, находившуюся позади автомобиля. В результате ДТП с травмами пешеход была госпитализирована. На прошлой неделе в Звениговском районе дорогу не поделили легковушка и большегруз. По предварительным данным водитель иномарки не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомашиной МАЗ. В результате ДТП он получил телесные повреждения. Усугубило ситуацию то, что виновник не был пристегнут ремнями безопасности. Стоит отметить, что снижение аварийности на дорогах республики связано с усилением контрольно-профилактической работы. Еженедельно по пятницам в регионе проводится единый день безопасности дорожного движения. Увеличивается количество экипажей ДПС, несущих службу, в том числе в ночное время вблизи особо опасных пешеходных переходов. Особое внимание уделяется профилактике ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, с выездом на встречку и управлением автомобилем в алкогольном опьянении. За минувшую пятницу в ходе проверки выявили более 10 водителей, которые в нарушении ПДД не предоставили преимущества пешеходам. Однако и сами пешеходы сознательно пренебрегали собственной безопасностью, а именно не обеспечили свою видимость для водителей в темное время суток на загородных трассах.